доброго времени суток уважаемые друзья коллеги сегодня также обзор будет происходить в рабочей обстановке потому что времени нету как и у всех у нас вот такой нож на нем ничего не написано я долго искал как он называется это спайдер к юкей пикей но я так подозреваю что юн этот киндом pocket knife специально выпущен данный нож для рынка соединенного королевства отличительная особенность это отсутствие замка но как таковой тут прижимчик есть но считаем что нету замка этого по содержанию традиционно определение химического состава и твердости клинка далее выводы по полученным данным и небольшое мое мнение по данному ножу но также скажу что какой-то строгание деревяшки я его не буду испытывать на этом деле потому что я считаю что смысла нет тут все понятно и без этого так можно закрыть химический анализ мы по традиции будем производить рентгенофлюоресцентным при переносным анализатором но кому интересно может поставить на паузу но сразу скажу что для меня данные показания были сюрпризом потому что если вы приглядитесь эта сталь совсем не тянет на тридцатку что ванаде совсем нет молебдена тоже нет но в общем ничего нет ну и прибор показывает 410 вот так мы и запишем исходя из схем состава никаких сюрпризов по твердости 42 единицы что конечно же мало даже для 410 стали это не допустимо мало ее можно и до пятидесяти двух спокойно закалить и ничего страшного не произойдет теперь что касается выводов по полученным данным сталь 410 твердость клинка 42 единицы по роквеллу что говорит нам абсолютно однозначно что данный нож является репликой репликой на такой нож как спайдерка юкей пики честно говоря я не знал что это реплика для меня это был сюрприз поэтому ну вот я даже собой в некоторой степени горжусь что распознал за внешне очень схожим ножом с оригиналом реплику так же давайте посмотрим на внутренности данного ножа шайбы очень маленькие в связи с этим мы имеем люфт замок так же сделан но очень ненадежный вот видите какая ступенечка на клинке для запирания может быть на оригинале так же но вот на этом экземпляре замок очень ненадежный давайте теперь пройдемся по тактико-техническим характеристикам длина в закрытом состоянии ну и соответственно рукоятки 10 сантиметров 4 миллиметра длина клинка от рукояти 7,5 сантиметра длина режущей кромки 6,5 общая длина в раскрытом состоянии 17,5 так толщина клинка в самом толстом месте такая линейка что-то не поймешь 3 миллиметра толщина клинка 3 сантиметра толщина рукояти сантиметр ровно толщина склипси полтора ну и в заключение несколько слов о том как я отношусь к данному ножу два больших недостатка вот начну с минусов что на меня не похоже обычно отмечаю только хорошее два больших недостатка это конечно фактическое отсутствие запирания клинка как такового то есть практически нет даже если что-то делаешь если уже человек привык пользоваться ножами с замками хоть с какими-то вот это дело конечно может для Англии это и хорошо в наших широтах это представляет опасность и второй минус это отношение длины клинка и соответственно режущей кромки к крючке ну вот смотрите сколько еще режущей кромки мы с вами могли бы иметь может это также какое-то законодательное ограничение ну вот клиночек вот здесь тут заканчивается вот так ну 5 миллиметров так уж 100% можно было удлинить клинок на 5 миллиметров а в остальном ножик мне понравился во-первых G10 металла тут практически нет кроме клинка ну и отсюда вес на кармане носится просто идеально и самое вкусненькое это клипсы конечно обалденные клипсы за счет нее нож очень уверенно сидит на кармане очень легко снимается клипсы легкая то есть все сделано для облегчения конструкции это мне очень импонирует ну а на сегодня все всем удачи снова испытания слайсом ну резачок конечно режется замечательно так 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 Продолжение следует...